Доброго здравия, друзья мои! Я долго подбирал упражнения для реабилитации локтевого сустава и подобрал, наконец-то, французский жим лёжа. Именно в этом положении у меня менее всего болевые ощущения и лучше всего происходит адаптация к данной нагрузке. Когда-то я выполнял французский жим лёжа с очень большими весами, начинал разогреваться фактически с веса 70 кг на штангу, на олимпийском грифе, то есть на ровной штанге. Сейчас, конечно, я занимаюсь весами куда более скромными, но всё-таки возможно, что мой опыт кому-то послужит пользой. У кого-то, возможно, есть такие же проблемы, как и у меня, и он может воспользоваться моим же опытом. Итак, французский жим лёжа. Французский жим лёжа. Итак, для истории взвешиваем. 29100. Вторую гантелью. 29100. И контр-брос. Не обращайте на вес, нарисованный на самодельных гантелях. Взвешивали на плохих весах. 16300. Покажи, что это 16 кг. Итак, мои мои, наверняка вы обратили внимание, что во время каждого повторения я делал задержку. То есть, для того, чтобы присутствовал статический момент в данном реабилитационном, подчёркиваю, реабилитационном упражнении. Реабилитационные упражнения во французском жиме, допустим, для лоття, я делаю не менее 10 повторений. И всегда делаю перерыв между подходами не более полторы минуты. Потому что главная цель это пампинг для трицепсов. Чтобы всё-таки хоть как-то омывался кровью локтевой сустав и происходило восстановление. Что ещё хотелось бы сказать. За весами не следует гнаться. Данная схема тренировки чисто для реабилитации локтевого сустава. По крайней мере, в моём варианте, друзья мои. Надеюсь, моё повествование было для вас интересно. Будьте здравы и не травмируйтесь, пожалуйста. До новых встреч!